Привет всем! С вами Кика, это значит нас ждет и и-бот Грок от Илона Маска, который запросто дает рекомендации по совершению преступлений. Нейросеть Сора, снявшая свой первый музыкальный клип. Стартап Стабилити А.И., представивший языковую модель для генерации трехминутных песен. Конкурент нашумевшего робота Фигер Ван, который тоже из Китая. Роботизированное такси Тесла, которое представят уже этим летом. И НАСА, которое занимается разработкой лунного времени. Все это и многое другое. Прямо сейчас погнали! Начнем мы с и-бота Грок, Илона Маска, который очень гордится тем, что чат-бот не предвзятый. И свободно обсуждает даже табуированные темы. Но, как оказалось, у такой откровенности есть своя цена. Ученые из Adversa.ai протестировали некоторые из самых популярных чат-ботов с помощью красной команды. Они попытались выведать рекомендации по противозаконной деятельности. Учат GPT от OpenAI, Клод от Enthropic, Gemini от Google Microsoft, Bing и Грок от XAI. Они провели атаку из трех джейлбрейков на каждом из них и пришли к выводу, что у Грок самые большие проблемы с безопасностью. И не только потому, что он готов рассказать преступнику, как найти подходящую жертву. Тем, кто не в курсе, джейлбрейк это особый вид атаки на модель ИИ. Атакующие предоставляют ей вводные данные, которые заставляют ее обойти защитой и сделать то, что запрещено разработчиками. Например, если вы напрямую спросите чат-бот, как изготовить яд, он откажется отвечать. Если вы притворитесь писателем, который работает над детективной историей, и попросите написать сцену, в которой преступник создает яд, модель может и проболтаться. Обычно разработчики осведомлены. Об этом и сами тренируют чат-боты с помощью Red Team, чтобы закрыть такие лазейки, но не в случае компании Маска. Но вот по сравнению с другими моделями, для получения большинства инструкций к преступлениям не нужно делать джейлбрейк Грок. Он может очень подробно рассказать вам, как сделать бомбу или угнать автомобиль, даже если вы спросите напрямую. Согласно пользовательскому соглашению Грок.А.А.И. Пользователи обязаны быть совершеннолетними и не использовать модель с целью нарушить закон. Да и вообще запрос деликатной информации еще не означает, что пользователь готовится совершить преступление. Кроме того, Экс утверждает, что является домом свободы слова, поэтому вредные советы удивлять никого не должны. Так-то? Тем временем на YouTube-канале компании OpenAI появился необычный видеоролик, полностью сгенерированный фирменной нейросетью Sora. Он посвящен композиции WorldWave музыканта Августа Кампа. Sora одна из самых продвинутых на сегодня нейросетей для создания видео. Она пока находится в режиме закрытого бета-тестирования. Результатами ее работы могут делиться только некоторые тестировщики. И сама компания OpenAI. Сам автор сказал, что ему очень повезло, что он смог воплотить свои чувства в песне. Он закрыл глаза и увидел картинки в своем воображении. На его взгляд, это то, для чего Sora подходит лучше всего. Она воспроизвела эти картинки, которые сам автор хранил внутри два года. Ну разве не милота? Сам результат генерации видео пока выдает работу нейросети. Общая картина выглядит естественно, но в деталях есть и неточности. Одни объекты время от времени переходят в другие, а форма статичных предметов может неожиданно меняться. Но, как утверждают сами разработчики, это все дело техники и будет исправлено довольно скоро. И еще немного про отношения OpenAI и YouTube. С активным развитием технологий искусственного интеллекта, особенно остров, стал вопрос о том, на каких материалах можно обучать эти системы и что делать с авторскими правами на эти материалы. Гендиректор YouTube отметил, что компании OpenAI не следует рассматривать платформу в качестве источника материалов для обучения ИИ. Крупные игроки в своих сферах, включая New York Times и Getty Images, уже инициировали судебные иски в отношении разработчиков ИИ. Аналогичные меры приняли некоторые художники и писатели. Масло в огонь подлила и технический директор OpenAI Мира Мурати. В интервью The Wall Street Journal она заявила, что неуверенно используются ли для генератора видеосора материалы из YouTube. Это побудило главу YouTube отреагировать и четко предупредить, что использование материалов крупнейшего в мире видеосервиса для обучения OpenAI SORA будет явным нарушением условий использования платформы. Четкие сведения о том, на каких материалах OpenAI обучает ИИ для своих служб SORA, чат GPT и DELI отсутствуют до сих пор. Для обучения модели GPT-5 компания намеревается применять расшифровки видео YouTube. Google же, будучи владельцем YouTube и конкурентом OpenAI, уверяет, что соблюдает правила. Обучение JEMI не требует аналогичных данных, но, как заявил Нил Мохан, использует лишь определенные видео в зависимости от разрешений, предоставленных каждым автором. А вот стартап Stability.ai представил языковую модель Stable Audio 2.0, которая позволяет генерировать полноценные музыкальные треки из аудиозаписей и подсказок, а также добавлять в них звуковые эффекты. Первая версия Stable Audio генерировала файлы продолжительностью в 90 секунд, которые подходили скорее для баловства, чем для коммерческого применения. Пришедшая ей на смену модель создает полноценные песни с вокалом и классической структурой, куплетами, припевом и финалом. Главное достоинство Stable Audio 2.0 — решенный вопрос с авторскими правами. Stability.ai обучала модель на более чем 800 тысячах записей. В музыкальной библиотеке Audio Sparks, причем исполнители могли запретить использовать свои работы. Кроме того, компания заключила контракт с Audible Magic и использует технологии распознавания контента, защищенного авторскими правами. Есть даже те, кто уже протестировал новинку и явно не в восторге от нее. Мелодия весьма хороша и ритмична, но вот вокал звучит ужасающе неестественно и похож на голоса монстров из фильмов ужасов. Погнали дальше. Китайская компания Ubitec заключила партнерское соглашение с Baidu и научила своего промышленного андроида Walker S отвечать на вопросы и рассуждать вслух в режиме реального времени. На видео, опубликованном компанией и разработчикам в сети, виднеется человекоподобный бот, напоминающий ранее обсуждаемого робота Figure One с поддержкой чат GPT. Walker S, как и его аналог от OpenAI и Figure, использует GPT-подобный искусственный интеллект Ernie Bot AI от Baidu. Умная система позволяет боту анализировать все, что говорит человек, поддерживать разговор с ним и выполнять озвученные задачи. Время отклика между голосовой подсказкой человека и ответом Walker S кажется примерно таким же, как в случае с Figure One. Или даже немного быстрее. Робот-гуманоид оснащен встроенными датчиками глубины и видеокамерами. Технические устройства помогают видеть окружающий мир и ориентироваться в нем. Андроид распознает объекты, самостоятельно избегает препятствий во время ходьбы и неплохо обращается с руками-манипуляторами. В видео показано, как он аккуратно складывает футболку черного цвета, после отдает ее человеку и отвечает на вопрос о том, с какими штанами эта футболка будет сочетаться лучше всего. Помимо любимого у компаний и производителей роботов Теста со складыванием одежды, Walker S выполнил еще одну задачу. Он сложил разбросанные по столу объекты в лоток. Причем вмешательство человека, который пытался запутать систему, передвинув одну вещь, не сломало робота. На этой неделе Илон Маск не стал хранить интригу относительно ближайшего к реализации крупного проекта Тесла. И на страницах социальной сети X пообещал представить давно упоминаемое в планах компании роботизированное такси Тесла уже 8 августа этого года. Идею выпуска роботизированного такси Тесла вынашивает еще с 2019-го. Оно упоминалось синхронно с анонсом Cybertruck. Главное условие появления такой машины – это достаточная зрелость программного комплекса FSD, обеспечивающего в теории полностью автономное управление транспортным средством. Изначально считалось, что заброшенный в итоге бюджетный электромобиль и роботизированное такси Тесла будут построены на единой платформе. Обещанного достижения автономности инвесторы тоже ждут с 2019-го года, когда планировалось создать полный автопилот. С тех пор рубеж откладывался до конца каждого последующего года. И текущий не стал исключением. Ну и какой же кик без космоса? Управление по науке и технологиям Белого дома 2 апреля опубликовало политику стандартизации небесного времени в поддержку национальной стратегии в области окололунной науки и технологий. Документ предписывает НАСА разработать к концу 26-го года стратегию по созданию координированного лунного времени. Новый стандарт времени будет основан на всемирном координированном времени UTC на Земле, но адаптирован к работе на Луне. Помимо предоставления Белому дому окончательной стратегии по лунному стандарту времени к концу 26-го года, НАСА также должно включить эту тему в свой ежегодный цикл обзоров архитектуры от Луны до Марса, который оно представило почти год назад и обновило ранее в этом году. НАСА будет работать с несколькими другими агентствами, включая Министерство торговли, обороны, государство и транспорта, над стратегией лунного времени. НАСА также разрабатывает концепцию под названием «Луна-нет», которая предусматривает предоставление услуг связи и навигации на Луне посредством совместной сети, в которую могут быть включены коммерческие и международные компании. В рамках этого проекта НАСА и Европейское космическое агентство создали несколько версий спецификации взаимодействия «Луна-нет», в которых упоминается создание стандарта системы лунного времени. Документация по данному стандарту пока не разработана. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Не забываем подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок высоких технологий. Следите за техно-новостями также в нашей телеге и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому.